Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 68-я глава, Жених Батсамбы, текст 18-й. Тетти притастам аккарнья, праптамрамам сугриптамам, там марчаитва пияю сарвимангала паная. Те? Они. Ати? Чрезвычайно. Прита? Гром-гараж звук, пожалуйста, включите. Сейчас слышно? Да-да-да. Довольны? Там его аккарнья, услышав праптам прибывшим рамам, Господа Балараму. Сухриттамам, их дорогого друга, там его удаву. Арчаитва, почтив, апхияюх, отправились. Сарве, все. Мангала, приносящие счастье дары. Паная, в руках. Перевод текста. Узнав, что приехал их дорогой друг Баларама, все они очень обрадовались. Почтив удаву, они отправились на встречу с Господом, неся в руках приносящие счастье дары. Комментарии. Комментарии. Шалапрупада пишет в Кришне. Вожди Кауравов, особенно Дритараштра и Дурьотхана, возликовали, услышав об этом, поскольку знали, что Господь Баларама большой друг и доброжелатель их семьи. Их радости не было границ. Они сердечно приветствовали удаву. Взяв все необходимое для достойного приема гостя, они вышли за городские ворота, чтобы торжественно встретить Господа. Балараму. Если Кришна благоволил к Пандавам, то Дурьотхана благоволил, то есть Баларам благоволил к Дурьотхане. Интересный момент, и часто приятно задаются этим вопросом, почему. Дурьотхан, он такой, как бы, отрицательный герой, махабхараты. Почему же Господь благоволит ему? Кришна не благоволил Дурьотхане. А Баларама благоволил. А Дурьотхана был учеником Баларамы. Интересный момент. Даже со своими мотивами, материальными амбициями, жаждой власти. То есть он был, конечно же, не чистым, преданным, как Ютиштира или Аджуна, вечным спутником. Но он был учеником, тем не менее. И Господь Баларама, естественно, благоволил к нему, как к своему ученику. Не нужно этому удивляться, потому что мы видим, что Шалапрупады также относились к самым ученикам, которые также имели разные мотивы. Кто-то предавался полностью, кто-то не мог полностью предаваться, у кого-то были материальные мотивы. И также сейчас мы видим, что мы тоже все ученики, но мы по-разному предаемся, и тоже имели какие-то мотивы. Мы разные. Тем не менее, все мы получаем милость духовного учителя. Такова Гуру Татва. Такова Гуру Татва. Итак, Дуретхана, он хотел, конечно же, власть и хотел сместить пандовов. И, собственно, с этой целью, поскольку он не мог справиться с могучством Кришны, он решил принять прибережье у Господа Баларамы. Чтобы иметь такое покровительство. Кришна не давал ему такого покровительства. Ну вот Господь Баларама. Вот такая интересная вещь. Итак, Господь Баларама благоволил к Куру. Текст следующий. «Они приблизились к Господу Балараме и почтили Его, подарив Ему коров и поднеся архию, как и подобает в таких случаях. Те из Куру, кому было ведомо Его истинное могущество, склонились перед Ним, коснувшись головой земли. Не все кланялись к Господу Балараме, как тут выясняется, но те, кто понимал Его истинное положение, они предлагали поклоны». Вот такая была культура. Такая была культура. Довольно свободная культура ведическая. То есть не требовали те, кто поклонялся Господу Балараме, сознавал Его величие, они не требовали, чтобы другие также поклонялись Ему. В ведической культуре говорится, что те, кто теряют разум и не видят Бога, они поклоняются полубогам. То есть у них есть как бы другой метод. И так далее. То есть есть разные методы, каким еще полубогам поклоняться и как поклоняться. Тоже есть своя иерархия этих полубогов. И в конце концов даже можно поклоняться просто царям. То есть по-разному, есть разные формы служения. Но они все объединены в одну как бы систему Варнаша Мадхармы. И Варнаша Мадхарма, она как раз допускает, что люди могут по-разному совершать служения, по-разному занимать разное положение в обществе, но с одной как бы вот в одном направлении. Это руководство. Мы видим, что в обществе сознания Кришны тоже есть преданы, которые полностью заняты служением. Есть те, которые время от времени могут это делать. Есть те, которые могут вообще почти ничего не делать. Но мантру повторяют по-разному, по-разному. Но у нас одна цель. Тем не менее, мы все признаем положение Кришны, и мы кланяемся Ему. Не все кланяются, может быть, преданным каким-то. Каждый выбирает себе лидера. Кто-то, может быть, кого-то не очень любит, не очень признает, что он преданный. Кто-то даже критикует кого-то с разнообразием. И все же мы в одном направлении движемся, как одно общество. Так, потому что присутствует сознание Кришны в разных каких-то формах. Если мы просто повторяем Харе Кришну, уже это какое-то сознание Кришны. Даже не все принципы человек соблюдает, и не все шнадцать кругов повторяет. Может быть, он один, два круга, четыре повторяет. Может быть, просто стал вегетарианцем, или пытается стать вегетарианцем. Это уже какое-то сознание Кришны. И так далее. То есть, есть градация таких вещей. Все это складывается в какое-то единое общество, и мы разные. Не думать, что мы будем одинаковыми. Думать, что мы будем одинаковыми, это был бы имперсонализм. Это что-то майевадское. Как раз мы разные будем. И разные понимания будут Кришны, разные понимания будут Гуру Парампары. Это очень глубокая тема, очень бесконечно глубокая тема, кто такой Кришна, кто такие мы. Мы начинаем с того, что мы слуги Кришны. Мы с этого начинаем как бы вот осмысленную духовную практику, что мы частички, Кришна безграничен, мы частички. Но в конечном итоге эта разница, она как бы стирается в Бхактии. И что-то может иметь его сыном. Кто-то может иметь его другом и думать, что он равный мне. И вот материалисты, то есть не то, что материалисты, а преданные, ну с каким-то ложным пониманием, они могут начинать с другого конца, с майевадского конца. Что я и Кришна, ну как бы, мы в чем-то равны. Не хотят как бы вот именно поклоняться ему сердцем. Если даже формально поклоняются, делают поклоны, ну потому что все так делают, но в сердце нет этого поклона. Ни такого почтения особого нет ни к Кришне, ни к Ширипраупаде, ни к духовному учителю, ну такого благоговейного на самом деле, чтобы ощущали преданную такую любовь, что, которая их заставляла бы склонить свои головы с благодарностью, с большим счастьем, со слезами на глазах. Может быть, этого нет такого. Но есть просто саданное, и мы это делаем. Но почтения еще такого глубокого нет, потому что мы еще думаем, что может быть я в чем-то равен, или в чем-то я могу упрекнуть его, или в чем-то я тоже прав перед Богом. У нас есть своя позиция, как бы, некий даже индивидуализм, оппозиция может быть. С этой позиции мы ждем милости Кришны. И в чем заключается эта милость Кришны? Что я смогу начать с того, что я осознаю, что я слуга Бога. Вот этот момент, вот с этого только начинается, с самбандагьяна только начинается настоящая практика. что все вот эти позиции, оппозиции, индивидуализм, это еще как бы, ну, далеко еще от истины, но это уже сознание Кришны. Это уже сознание Кришны. Может быть, это конечно еще адхикар, вот, может быть, еще какой-то низкий уровень сознания, но это уже сознание Кришны. И тем не менее, чтобы начать уже как таковую практику полноценную, конечно, мне нужно осознать свое истинное положение. И в конечном итоге, в конечном итоге, я понимаю эту вещь, что я частичка Кришны одинаков с Ним, качественно. Вот этот момент очень важно понять. Сначала я думаю, что я маленький, маленький, я слуга. Это просто самбандагьяна. Но по своей конституции я такой же качественно, как и он. Это придет позже, это сварупа. Фактически между Кришной и живым существом разницы нет качественной. Они очень близки. Но есть различия для разнообразных игр. Это различие создается как лила. Не как что-то материальное в материальном мире, есть иерархия, где есть выше и ниже. А там абсолютно нет выше и ниже, получается. То есть там лила происходит. Но в нашем понимании, в начинающем понимании, я не хочу быть ниже кого-то. Поэтому я не всех почитаю. Кого-то уважаю, кого признаю как могучного проповедника, или великого преданного, или сильного, властного человека. Я подчиняюсь ему. Но это не духовное подчинение. Духовное подчинение — это любовь, это не подчинение. Это лила этой. Когда мы входим в эту лилу Кришны, в его распоряжение этих лил, в его распоряжение великого разума, благотворного для всех живых существ. В этом благотворном разуме мы находим место для того, чтобы выразить эту любовь. И Кришне, и всем другим живым существам. Постоянный обмен происходит. Не только перед Богом это происходит. Иногда непонятно, кто кого больше любит вообще. Ведь на одномах Раджи и Шода тоже любят друг друга. И пастушки друг друга тоже очень любят. Иногда непонятно, где там вообще центр любви, когда она распространяется в этих лилах. Потому что эта сокровенная любовь, она может и не демонстрироваться. Она может проявляться по-разному. Как Радхарани. Она скрывает свою любовь. Перед жатилой, кутилой. Даже перед подругами. Даже перед подругами она может скрывать свою любовь. Но некоторые признаки эмоций выдают ее в состоянии. И подруги догадываются об этом. Но когда они догадываются об этом, начинают обсуждать между собой, как же осуществить эту встречу Радхи и Кришны. И между ними тоже есть такая любовь, где они вместе служат. Думая о Радхи и Кришне. Они знают характер друг друга. Они понимают, как общаться со всеми живыми существами. Это картина как бы уже духовная. Но начало, это обычно человек воспринимает Кришну. Остальное он мало воспринимает. И Кришну воспринимает более умозрительно, получив милость в форме веры. Он еще не знает Кришну, конечно же. Поэтому здесь вот говорится, что они приблизились к Господу Балараме и почтили его, подарив ему коров, и поднеся архию. Это формальные вещи. Это любого дорогого гостя так встречают. Это более-менее формальная вещь. Это могут делать преданные и непреданные тоже. Такова традиция. Как и подобает в таких случаях написано. То есть обычная церемония. Но те из кур, у кого было ведомо истинное могущество, это только в Багов том упоминается. Что кому-то было ведомо его истинное положение. Махабхарати в этом можете не найти. Просто есть формально вот эти внешние культуры, описывается какие-то события. Но здесь еще упоминается, что кому-то было ведомо его истинное положение, могущество. Они склонились перед ним, коснувшись головой его земли. Вот были такие преданные. Остальные просто предлагали архию, коров. Как обычно, ну церемония того требует. Ачарьи объясняют, что перед Баларамой склонились даже старейшины рода Куру, такие как Пхишмадева. Пхишмадева. Ну, старейшины Пхишмадева сознавал Кришну Балараму. После того, как обе стороны узнали, что родственники их живут хорошо и поинтересовались благополучием и здоровьем друг друга, Господь Баларамой решительно сказал Кауравам такие слова. Видите, все начинается хорошо. Приближаются Господу они, у них есть свое почтение, вот свои ценности, в этих отношениях, но это начало, начало. Сейчас будут проявляться мотивы. Как, например, бабушка верит в Бога, а внуки не верят в Бога, но живут вместе. Они верят, что бабушка поклоняется Богу, но они к этому относятся снисходительно. С уважением снисходительно. Но бабушка от них не требует этого, потому что внуки не понимают чего-то, но она их, тем не менее, любит. Это более-менее формальные семейные отношения. Семья так устроена. В семье мы можем даже формально, ну, как-то уважать друг друга, потому что это семья. Семья Шрил-Правпады, например. Но, когда мы начинаем более близко общаться, выясняется, что вот этот момент веры, он болезненный может быть. В каких-то сложных ситуациях вот это проявляется. И вот здесь как раз такая ситуация возникает, где Господь проявляет все эти мотивы, все эти причины, они сейчас проявятся. И Баларама сейчас начнет говорить. Шрил-Правпада пишет. Они обменялись словами приветствий и осведомились о благополучии друг друга. По завершении этих формальностей Господь Баларама торжественно обратился к кауравам. Что же он сказал? Ну, они не смогут вынести этих слов кауравы. Господь Баларама сказал. «Царю Грассена наш Господин и повелитель всех царей. Выслушайте же с неослабным вниманием его повеление и сразу выполните его». То есть, смотрите, какой повелительный тон Господа Баларамы. «Выслушайте и сразу выполните». То есть, он сразу предупреждает. Повелительным тоном с ним разговаривает. Он знает, как разрушить ложное эго. Сразу, как бы, со своего положения, говорит. Но упоминает, что у них царь Уграссена. Царь Ядовов. Они самые могущественные. И он передает. Царь Уграссена сказал. «Несмотря на то, что некоторые из вас, нарушив законы религии, победили того, кто сражался в одиночку, исследуют религиозные заповеди, я стерплю это ради сохранения единства среди родственников». Вот эти родственные формальные отношения тоже имеют силу. Мы можем прощать друг другу многое. У нас в семье Шила Прабхупады, мы тоже делаем всякие разные вещи. Хорошие и нехорошие тоже достаточно. И неизвестно, чего больше бывает. Но у нас семья, и мы прощаем друг друга ради сохранения семьи Прабхупады. Это обычная вещь. Тоже более-менее формальная, но полезная, очень важная вещь. Но он прямо сказал. Тем не менее, вы, некоторые из вас, нарушили законы религии. Нарушили законы. Сегодня мы говорим «уголовный кодекс». Да, говорили «законы религии». Потому что не было разницы между «уголовным кодексом» и «законами религии». Сегодня есть разница, поэтому тут нужно отметить это. Здесь Уграссена имеет в виду, что куру должны немедленно перевести самбу. И передать его Господу Балараме. То есть они его большим количеством воинов пленили. Сражавшиеся в одиночку. Это нарушение было закона. «Услышав от Господа Баларамы эти слова, которые были полны энергии, храбрости и силы, и как нельзя лучше соответствовали его трансцендентному могуществу, куравы разгневались и сказали следующее. Вот какие они были преданные, видите? Тут проясняется ситуация. То есть преданные разные, они преданные. Преданные. Но вот какие преданные? В Бхагаватам разные преданные описываются. Если вкратце Бхагаватам пересказать, то преданные начинаются с Вриндавана. Возвышные преданные. С Вриндавана. И во Вриндаване там среди них есть расы. Гопи выше всех. Если Гопи выше всех, конечно же, Шримати Радхарани. И поэтому Рупа Гасен говорит, нужно поклоняться Радхакунде, ее слезам. Вот этому месту поклоняться. Это вот если пересказать весь Бхагаватам в двух словах. Он и пересказан, собственно, в нектаре наставлений весь Шриман Бхагаватам. Это краткое изложение сути. Но в Бхагаватам описываются разные уровни преданных, также есть благоприятные вещи, которые важны для преданного служения, неблагоприятные, которые препятствуют преданному служению. И все это здесь описывается. В Кавравах здесь смешанное, видите, настроение. Они сейчас будут говорить то, что будет препятствовать их преданному служению. Вот они сделали формальный какой-то прием. Это хорошо, это благоприятно. А теперь они гневаются на Господа Балараму следом за его слова, за те законы религии, которые он представляет им. Они гневаются. Все это будет описываться причиной такой преданности, такого поведения. Кавравы сказали, чудеса, да и только. Сила времени поистине неодолима. Презренная сандалия, обувь, презренная, решила взобраться на голову, украшенную царской короной. Вот как они оценили Ядовов. Династия Ядов, вы сандалии. То есть они себя императорами манили. То есть тут понятно было, что эти преданные, они были обусловлены властью. Есть преданные, которые обусловлены властью. Они говорят, если у меня здесь власти нет, то я ухожу из этого общества. Я могу служить Кришне, если у меня будет власть. Инструмент. Потому что я к шатри. Ну и, собственно, пандалы тоже так говорили, что они к шатри, им нужна власть. Но они не были обусловлены властью. Их преданность не была обусловлена властью. Может быть, их жизнь, природа требовала того, чтобы они управляли, как к шатри. Но это не зависело от их преданности Кришне и Баларами. Они в изгнании были преданными. И когда их сжигали в доме из Шелака, они оставались преданными. А здесь другая ситуация. Они против Баларамы выступают. Если вы не признаете нашу власть, они выступают против Баларамы. Против Господа уже выступают. Это вот этот индивидуализм материальный. Мы обусловлены материальной природой и думаем, что вот это самое важное. Вот с этой позиции должны все оценивать и действовать. К шатрия. Многие преданно попадают в это заблуждение. Когда считаются к шатриями, допустим, кто-то. Многие слышу, говорят, что я к шатри, хотя он не к шатри. Но так провозглашают себя, чтобы бросить вызов кому-то. То есть на том основании, что главное вызов бросить. Их мотив бросить вызов. И основание я к шатри. Вот такая вот система. Словами Кала, Гатя, Дуратьяя, неотдалимое течение времени возмущенные Кауравы намекают на стремительно приближающуюся Кали-югу век деградации. Кауравы хотят сказать, что веккаль уже начался, так как, по их мнению, сандалия решила взобраться на голову, украшенную царской короной. Другими словами, они посчитали, что нескорожденные ядовы решили возвыситься над благородными царями из династии Куру. Так они понимали. Все наоборот. Видите, на самом деле, поклоняясь Господу Балараме, они его недооценивали. Поклоняясь Господу Кришне, можно не понимать его истинного положения. Но он всеблагой. Вот в чем дело. Он принимает такие служения, если это делается правильно, согласно гуру Парампари, согласно правилам, предписаниям. То есть такой человек должен следовать правилам, предписаниям, которые еще не понимают положения Господа. У него еще нет спонтанного к нему влечения. Но правила он соблюдает. Может быть, даже из престижа, чтобы в обществе к нему хорошо относились, он будет соблюдать эти правила, одеваться и кланяться, и повторять мантру. Но еще спонтанного влечения нет. Тогда, пока нет этого спонтанного влечения и осознания его истинного положения, тогда он должен следовать правилам, предписаниям, строго. Выполнять свои обязанности. Ну, согласно Варнаши Мадхарме или согласно настроениям духовного учителя. Мы знаем, что это называется садана-бхакти. И по мере духовного совершенствования преданный уже не зависит от правил предписания. Постепенно. Но он должен сознавать Кришну, конечно, его истинное положение. Итак, это Куру, Куры, которые себя отождествляют с властью, их преданное служение зависимо от их положения в обществе. При этом они знают эту Дхарму, как быть царями, как управлять, что значит быть кшатлем, их долг, их честь. Они понимают тоже устройство Варнаши Мадхармы, ценность брамманической культуры, ценность всех этих формальных культур, и они могут ее поддерживать. И этим они гордятся. Собственно, на этом они стоят, что мы тоже можем. Если ядовые там они иногда что делают? Они ведут себя слишком вольно, то Куру, они более дисциплинированы. Они в правилах предписания, что там 16 тысяч царевин, у Кришны есть тоже почва для критики, не все с этим согласны. И там более вольные отношения у них, купаются в роскоши, город в море построили, отделились вообще от всего общества. То есть там есть своя политика. Поэтому кауравы на основании каких-то таких фактов, они считают себя выше, выше по уровню Варнаши Мадхарам, по уровню управления, по уровню материальной культуры. И говорят, что же такое происходит, там навязывают правила, какая-то низкая культура тут приходит из низкой культуры нам, кауравам. Это обувь на голову лезет, это кальюга начинается означает. то есть они не понимают положение Кришны на самом деле, то есть недооценивают ни Господа Балараму, ни Кришну, но как мы увидим позже, они понимают только силу. В этом случае могут быть войны, какие-то конфликты, тут уже сила какая-то, такие методы вступают в роль истории. И это признают цари такого уровня сознания, признают силу. Так, а я не знаю до какого текста у нас, до 20... до 24-го. А вот мы как раз его и прочитали, 24-й текст. Ну, дальше тогда раскрывать не буду эту тему, потому что вы продолжите читать ее позже. Вот пока вот на этом уровне можно остановиться. Мы затронули моменты интересные из того, что здесь написано. Как это может быть связано в одной системе Варнаши Мадхармы, люди разных уровней сознания. Вообще это большая загадка, большой секрет в современном обществе, как сплотить общество мировое. Не получается. Но пропагает нужна Варнаши Мадхарма. Хотя бы формальная, но строгая культура должна быть одна, которой следуют все люди цивилизованные. Это Варнаши Мадхарма. И есть, конечно же, другие культуры за пределами Варнаши Мадхармы, но они должны быть подчиненными. Преобладать должна культура Варнаши Мадхармы. Остальные должны быть подчиненными. Есть нецивилизованные какие-то люди варварского сознания или животного сознания, которые не имеют представления о какой-то духовной практике. животное сознание. И сегодня большинство людей на этом уровне находится. У них нет представления о духовной жизни, что для человека цивилизованного не свойственно. Любой цивилизованный человек спрашивает о духе Адхата Брама Джигесу. Это цивилизованный человек. Те, кто не спрашивают, просто едят, выкупляются, обороняются, живут, спят и усовершенствуют свой быт, накапливая деньги. Они ничем не отличаются от животных, которые тоже что-то накапливают, едят, спятся, выкупляются, обороняются, потомство имеют. Это точка зрения вед виридической культуры. Варнаша Мадхарма начинается с уровня с платформы, когда верхи общества сознают Кришну. Так или иначе, в той или иной степени. И, конечно, огромная удача, особая удача, если верхи общества преданы, чистые преданы. Это редкий случай, это редкий случай, как Джаганадха Пури времена Господа Читани, царь Адисы Пратапа Рудра. Он был чистым преданным. Это была редкая удача. И хотя Господа Читани с ним не хотел встречаться, как с Анияси не встречаются с богатыми людьми царского происхождения, Пратапа Рудра решил тогда вообще уйти из жизни. Если он лишен этого Даршина, что значит будь проклят, это его положение, он думал. Зачем тогда мне нужно это царское положение. Я вообще оставлю это тело. Это неудачное рождение, если я не могу встречаться с Господом Читани. И тогда предные подумали, если царь Пратапа Рудра сейчас совершит самоубийство с такими духовными мотивами, то неизвестно какой царь придет к власти. Большая удача, что такой царь сейчас у власти великий преданный. Это редко бывает. Редко бывает, чтобы царь был такого уровня. В Бхагаватам эта династия перечисляется. Но это очень-очень редкие редкие случаи, когда такие цари, как Ют Иштира и Махараджа Паришит управляют миром. Сегодня мы видим, что духовные люди не хотят ничего делать, они скрываются просто подальше от материалистического общества и даже не могут создать свое общество толком. Попадают в зависимость все равно экономическую от материалистов. Ситуация такая очень сложная. Паришит создал искон, что мы создали организацию, создали общество, могущественное общество, духовное общество, но преданные пока не очень хотят что-то много делать, хотят просто мантру повторять что надо с кругов вернуться к Богу и все. Но вообще задачей у Парапады были большие планы на искон. Большие планы на искон. Но пока мы в большем случае просто решаем какие-то свои проблемы, изучаем свои анардхи, и анардхи других предных тоже изучаем, устраиваем выставку продажу из них, потому что это очень интересная тема, привлекательная. Но у нас есть задачи, которые Парапад нам оставил, как международное общество для осознания Кришны, это определенная организация, которая имеет семь целей, начиная с того, что проповедовать широко, в массе людей это все нужно делать. И далее, так далее, если разделить на более подробно, на 14 там еще целей Парапада подробно описывал, там включаются и общины, образование, там практически все главные вещи мы должны осуществить в мире, главное, никто за нас это не сделает. Все, что касается мирового общества, вся ответственность лежит на самом деле на преданных, потому что у других нет этих зданий, а преданных вычисляют, сколько анардхами еще осталось у соседа. Вот, то есть с анардхами я понимаю, мы все с анардхами, но, 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 для таких преданных, как мы, с анардхами, есть правила предписания и служения, вот как это очищается. То есть мы должны быть очень много трудиться, работать в этом исконе, чтобы это общество стало сильнее, чтобы оно расширялось, как бы, укреплялось. Вот в чем наша задача. Это распространять, не просто распространять широко, а еще раскрывать смыслы. У нас очень много работы. Если люди начинают понимать смысл этой философии, они, естественно, становятся преданными. Кто-то, повторяю, круг, два, три, четыре, неважно, один, два принципа, три принципа, неважно, они уже становятся преданными. Возможно, они еще мало знают, это Кришни, может быть, у них еще слезы не льются, экстаза, но они много могут сделать. Они будут думать о чистой власти, о чистых деньгах, это тоже кто-то должен этим заниматься. Возможно, чистый преданный не будет занимать какой-то престол сегодня, я не знаю, наверное, он примет саньясу, скорее всего, но кто-то, кто-то должен подумать, чтобы была власть чистая, чтобы не было коррупции, чтобы управляющие тоже были в сознании Кришны. Чтобы распространялись в обществе регулирующие принципы, это нужно все обосновывать, это организация, обосновывать через образование, через организацию, то есть много-много задач у нас существует, и что-то мы успеем сделать, и что-то мы не успеем сделать, но мы должны дать направление верное, по которому пойдут следующие поколения. если мы все уйдем в сторону и будем ждать, когда придет золотой век, и новые поколения также будут поступать, они тоже будут уходить в сторону и ждать, когда придет Мессия и все за нас сделает. А Господь в читании сказал, каждому стань гуру, не ждал Мессию, не назначал Мессию, каждый из нас должен вступить в эту роль, передавать сознание Кришны, распространять сознание Кришны. И, конечно же, если у нас не будет покровительства как бы менеджмента в обществе и властей, мы не сможем распространиться в сознании Кришны. При сочетании браманов и кшатриев это возможно. Если будут только одни браманы, это невозможно. С материальной точки зрения невозможно. Необходимо, чтобы все духовные принципы воплощались на практике. Прямо в обществе. Не просто у какого-то одного человека в маленькой группе. Праупада не хотел, чтобы мы поддерживали какую-то маленькую группу людей, как это делают материалисты. Они какую-то партию поддерживают, какую-то не поддерживают. Праупада хотел, чтобы мы создали дом, в котором может жить каждый человек. Это сознание Праупады. Да, спонтанное. Он видел, что каждая душа частичка Кришны. Качественная такая же. забывшая просто Кришну. То есть нам не нужно обуставливаться организацией ИСКОН, нам нужно расширять это движение. Организация ИСКОН еще много раз изменится в процессе. Мы еще не достигли какого-то уровня влиятельности как организация. Как философия, да, мы достигли очень больших успехов. Мы можем убеждать других людей, распространять. Но как организация выглядит пока очень слабо. Поэтому у нас много служения впереди. В этом году будут новые испытания. Преданные, конечно, должны быть готовы, как пандовые. Изгнание значит изгнание. Мы продолжаем все преданное служение. Могут быть серьезные проблемы еще в мире. Они не кончаются, они нарастают напряжение, пожар распространяется, беспокойств и конфликтов в мире. Поэтому нам нужно быть готовыми к таким, ну, к чистому преданному служению, к чистому сознанию, делать шаги дальше в своем развитии. Все только зависит от нашего сознания Кришны с вами. Что мы дальше будем делать и как мы это делаем. Хорошо. Пожалуйста, будет ли вопрос сегодня? Дорогие предыдущие подниматели руки. Я как раз поднял у меня есть вопрос. Начало чем обрабо. А вот по поводу единства, да, идея она такая очень популярная. Все про него говорят, без единства никак. И вот это формальное единство, да, оно фактически только и присутствует. То есть это либо силой, да, это объединение происходит, либо поощрение, либо наказание. Вот. И вот вопрос в том, сама идея, во-первых, подлинного единства, она не до конца можно сформулирована. Если она есть как идея, то она в практическом воплощении, то есть мы это тоже, я не знаю, может вы приведете пример, где мы можем увидеть. Вот. И вот это формальное объединение, оно является ли путем к подлинному единству, либо наоборот является препятствием к подлинному единству, потому что люди, они часто разочаровываются, они говорят, ну да, объединяемся, потому что вынуждены, по каким-то поводам нужно объединиться, а внутри этого нет. То есть как нам все-таки к истинному единству прийти, и как это формальное единство, оно как нам может помочь или помешать в этом все. Формальное единство здесь имеется в виду культура. Это важный элемент очень. Многие считают, что пока мы не утвердились в этой культуре как раз. Многие ваишнавы так думают сейчас и работают над этим. Культура, конечно же, она может выражаться и внешне. И даже если у меня нет в сердце расположения, то культура меня обязывает вести себя культурно. Это тоже важный очень элемент. Но если мы думаем, что только культура и все как бы решается, это может быть препятствием. Потому что Кришна нас учит в движении с разными мнениями все же быть вместе. Почему? Потому что мы себя отождествляем с движением праупады. То есть каждый преданный как-то привязан к праупаде. Вот пожалуй, это главное связующее у нас сейчас. Шик шагуру у нас один. Даже если есть духовный учитель, то много духовных учителей, даже тут есть разные мнения. Даже тут есть некоторые разногласия, потому что я принимаю одного духовного учителя как авторитет, но другого уже так не принимаю как авторитет. Но праупада один на всех, и это есть в сердцах каким-то чудом. Удалось. Праупада проникает в сердце каждого. Это чудо, конечно же. Чудо преданного служения. И вот на этой платформе, если мы преданы праупаде и связаны с его книгами, наставлениями, мы можем создать формальную культуру, она не будет опасна. Пока есть связь с праупадой. Потому что прямо с Кришной мало у кого такая связь есть. Это редкая вещь, правда редкая вещь. Но праупада у нас уже есть. Этот сон, по-моему, приснился Тамал Кришна Гасвами, где праупада отчитывался перед предыдущими ачариями во сне о том, что же происходит в его проповеди по всему миру. И он говорил, что люди век кали, конечно, они не имеют никаких качеств. Описывал все отрицательное. Ачарии серьезно напряженно слушали, что ситуация была очень сложная. Но все-таки одно достоинство у них есть. А они все выпрямили спину и спросили, какое? У них надежда появилась, что что-то произойдет в результате проповеди. То есть могло бы не произойти так, как произошло. Но произошло. То есть Кришна отреченный, не так, что это гарантированно было там как-то. Нет, нет, Кришна мог бы отречься от этого до какой-то степени. С этой точки зрения, если говорить с точки зрения как бы Кришны, Кришна не привязан. Может дать, может забрать, может отложить на какое-то время, может передумать в конце концов. Он не то, что он обязан какие-то вещи делать. И так отчарьи выпрямились. Что же, какое же у них есть одно качество, которое вселяет надежду. Они преданы моим лотосным стопам. Они на самом деле любили правопаду. Вот как это произошло. А вот это чудо. И эта любовь передается. Вот это по парампоре мы явно ощущаем, что правопада с нами. К правопаде обращаемся постоянно. Мы знаем, что если просто прийти на Киртан, на Гуру Пуджу, прочитать книги правопады, все будет хорошо. Все будет лучше и лучше. Хотя у нас другие есть анархи, которые нас отвлекают от этого процесса, даже зная, у нас есть привязанности какие-то, есть желания чувственных наслаждений, желания личной жизни, есть свой индивидуализм, но тем не менее у нас уже есть одна культура складывается, один центр. А до Кришны нам еще нужно трудиться, конечно же. Пропада несомненно нас перейдет к Кришне, это факт. Больше и больше. Но Кришна это не Ачария, поймите. Он не играет роль Ачарии. Он не будет с нами нянчиться. Гуру будет нянчиться с нами, Кришна нянчиться не будет с нами, тут нужно быть очень осторожным, если мы хотим к Кришне приблиться, нужно быть осторожным. Если мы с Гуру допускаем ошибку, Гуру поправит, накажет, хорошо, а Кришна может исчезнуть из нашей жизни. Что тогда мы будем делать? Итак, формальная культура она тоже нужна, если у нас есть связь с Сашилой Прабхадой и все. Спасибо большое. Вчера мы общались с преданными и вот разговаривали на эту тему, на это высказывание Господа Читани Махарапоши. Каждый должен стать Гуру и в конце как раз пришло такое понимание, что то сколько же работы у преданных совершенствоваться сама и помогать совершенствоваться другим. Это получается, что не на одну жизнь на вот это действие. Это не значит, что в следующей жизни Кришна заберет, а нужно просто превратить свою жизнь. Нам же нравится сознание Кришны, чтобы это стало нашей жизнью и похоже, что Кришна он сам конечно решит кого пригласить к себе домой, кого нет, но этот процесс не на одну жизнь, я хотел сказать вот этот момент. И когда Гуру берет на себя обязательства и учеников, то он четко осознает, что это не на одну жизнь, то есть пребывание здесь в материальном мире. хотел такой вопрос задать. Как вы чувствуете, что есть как бы да, по-разному можно ответить на вопрос по-разному. С точки зрения например сознания Кришны как такового, я думаю, что каждый преданый может сказать, что он еще не обрел такой любовь к Кришне, чтобы вернуться к Богу. Многие скажут, что нет, даже Госпочитание говорит, что нет никакой любви к Богу, что я все еще живу в этом мире. Давно бы уже умер, если бы имел любовь. Это одно. Другая точка зрения, преданый может сказать, у меня нет способностей ярких, духовных способностей, чтобы я мог проповедовать как-то эффективно. И вот тоже я не знаю, как себя занять в миссии, да, я могу только простые вещи делать, и все. Значит, тоже, видимо, не на одну жизнь. Видимо, должен сначала стать ачарей, как-то движение поднять, как-то великой личностью стать, а потом уже вернуться. Есть такие мысли тоже у преданных. И есть точка зрения Бхага Вадгиты, где Кришна говорит, даже если ты последний грешник из всех грешников, забравшись на корабль трансцендентного знания, ты пересечешь океан материального существования. То есть грешник не имеет запаса благочестия. Все, что он может, только каяться в своих грехах и пытаться что-то делать. Скорее всего, простое, потому что грешник не наделен какими-то особыми качествами и способностями. Но если он исчерпает свою карму, все отдаст то, что у него есть, он пересекает океан материального существования. Если преданный все отдает, то как он снова здесь родится? Во всяком случае он не родится здесь. Может пойти на высшую планету, может получить возможность оттуда как-то практиковать сознание Кришны, но он уже здесь может не родиться. Может родиться в каком-то месте, где Кришна игры какие-то проявляет, может быть он там будет о нем слышать, а может быть даже будет видеть в той культуре. В той это естественно будет культуре. Это здесь для нас диковинка кажется, а там кажется он там. Вот, ты с рождения будешь слышать, что Кришна там что-то делает, все в этом будут говорить. Ты будешь думать, а как я его увижу, не увижу? Хотел бы увидеть. И возможно увидишь, возможно не увидишь, но уже услышишь, уже рядом будешь. то есть, мы не возвращаемся обратно в этот мир с теми же желаниями, поймите, у нас нет уже этих желаний в большинстве преданных родиться снова в этой же ситуации, в этой же ситуации, потому что мы отдаем ее, мы отрекаемся, мы в служении отдаем ее. Поэтому нужно просто постараться все то, что у нас есть, отдать. Это все. Остальное, как бы, Кришна, его милость. Милости, говорят, больше, чем саданы будет всегда. Ее же сравнение с двумя пальцами сравнивают садана и крипа. Если сравнить, крипа, она больше, видите, на одну фалангу почти. Но у меня так вот. У вас, не знаю, как у вас, у вас, может, наоборот, у кого-то. Но у меня так. Но мы как раз думаем, садана, садана, усилие, у меня мало сил, я то не могу, все не могу, это не могу. Но то, что ты можешь, делай спокойно, без нервотрепки. Пусть это будет немного, но все, что ты можешь. А остальное крипа. Кришна очень милостивый, да, очень милостивый. Я еще, как бы, знаете, вот такой момент, что предные, они как бы перестают что-то осваивать, ну, допустим, обретать какую-то квалификацию, какой-то навык в этом материальном мире, потому что они думают, ну, все, зачем? Так немного осталось жить, там, и так далее. Зачем? Я буду просто, вы знаете, я уже на этом корабле, я просто уже пересекаю, и задача превращается в пересечение океана материального существования, а не в служение, допустим, там, обретение технонавоков, или еще обучение чему-то, вот, допустим, каким-то даже специальным самопрессиям, которые материальные умери, требованы, и все же можно связать с проповедью, и вот это как бы теряется. Да, 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 я знаю, знаю, согласен с тем, что многие преданы находятся на уровне воображения, живут на уровне воображения, Манадхарма называется, они так думают просто, что они уже плывут на корабле, что там уже Вайкундха на горизонте показалось, это воображаемая вещь, нет, в реальности мы должны отдавать себя, это реальность, отдавать себя, не отдавать себя, мы не пересечем океан материального существования, Вайкундха будет всегда на горизонте оставаться, не будет движения, пропада хотел, чтобы было движение, духовное движение, я согласен, да, что нужно, нужно так же много сделать практического, все, что в наших силах, например, тот же концерт Раджа Риши, да, то есть предные его так увидели, а те, кто был в материальном мире, которых мы пригласили, они по-другому его увидели со своей стороны, вот, а предные думают, ну и нормально и так сойдет, ну как бы хорошая программа прошла, все хорошо, да, а вот другие люди по-другому увидели этот концерт, сказали мало, мало профессионализма, многие вещи были не связаны, там все, они такую конструктивную критику хорошую, как бы, ну, оценили, что иногда мы что-то можем не принять, вот, ну вот это вот, что вот это вот и так сойдет в нашей духовной жизни, по-моему, вот это вот, как бы, тоже один из тормозов. Интересно посмотреть ролики. Да, Горчандрика всю правду скажет сразу. Сергей Квадцов. Харик, Лишна, спасибо за лекцию. Я хотел спросить такой вопрос, да, то есть, есть Варнашрама, она классная, полностью согласен, да, то есть, тема построенная на четырех принципах, на правдивости, чистоте, милосердии, аскетизме, вот, но ведь современное просто общество, они полностью построены на противоположных принципах, на ление, на страхе, на неуважении, на гордыне, и, в принципе, результат, скажем так, вот этих вот адхармичных организаций, он тоже весьма достойный, да, с точки зрения материального, и понятно, что, собственно, эти вещи очень сильно могут влиять, в том числе, и на ИСКОН, вот, а каким образом просто определить, собственно, вот сейчас, да, то есть, и, как бы сказать, или общая тема ИСКОН, вся, или частично, то есть, он же не такой монолитный ИСКОН, да, строится на действительно на принципах адхармы, а не на принципах адхармы, когда появляются вот эти вот вещи, связанные с ленью, авось, да, там, не знаю, развитие строится из страха, да, то есть, что вы там попадете в ад, еще что-нибудь, ну, и остальные, как бы, вещи, там, с гордыней и прочее, да, меня, как бы, беспокоит этот вопрос, что, собственно, вопросы адхармичного построения, они приносят, ну, практически, с материальной точки зрения, те же результаты, вот, вопрос, просто ориентироваться только на духовные результаты, или Кришна просто сам все разрулит, а нам, да, не надо ничего делать, и про эти вещи вообще не заботятся. Духовный результат означает, по-разному преданные понимают, духовный результат, как према-бхакти, мы знаем, вот, и преданные, если на это медитируют только, сразу на высшую цель, они будут совершать много ошибок, потому что к этому нужно прийти последовательно, вот этой стратегии, эту стратегию мы получаем от Шилы Прабхупада, от Шикшагуру, Дикшагуру, есть стратегия, как к этой цели все-таки прийти, тадвит и прани пати на пари прашни на севу, подвижать те, где нам, гинна стату, даршина, есть метод, как это сделать. Но, что такое практически это? Что такое практически? Дхарма, вот эта духовность на первом месте, хорошо, мы приняли, принимаем Дхарму, мы принимаем Писание, принимаем наставления, мы базируемся на книге Шилы Прабхупады, стараемся это делать, но если мы это правильно понимаем, если мы это правильно понимаем, и правильно применяем, то следующая ступень будет артха, богатство, богатство качества отношений, богатство также денег, артха также и деньги означает, экономика, и деньги, и благоприятные качества, артха, то есть мы будем хорошо уметь друг с другом общаться, честно, хорошо, благоприятные качества у нас появятся в отношениях, и будут богатства, если мы правильно применяем Дхарму, то будет экономическое процветание, артха, естественно, но мы видим, что когда преданные что-то вместе делают, пытаются что-то вместе совершить, они ссорятся, это называется адхарма, мы снова скатываемся на индивидуализм, на самом деле оказывается, что при всей нашей возвышенной цели, у нас есть своя позиция, которую мы никогда не сможем поменять, только добровольно, никто меня не сломит, я отстаиваю свое мнение, свою позицию, вот какая вещь происходит, это адхарма, у нас сейчас противоречие возникает, дхарма, адхарма, в каждом из нас есть то и другое, вот мы и думаем, что делать, так или так, за тем или за другим пойти, кто там поведет нас, может быть это, может быть тот, у всех разные мнения, вот это адхарма, вот она, все путаница, кали-юга, если у нас есть дхарма настоящая, то ардха будет, если ардхи не будет, дхарма не будет сильной, потому что ардха означает не только деньги, но и отношения качественные, у нас будет слабое движение, в этом смысле, в плане ардхи, она будет слабая, экономически слабая будет, и только после этого есть кама, настоящая кама, это честь, слава добрых деяний, добрая слава, которую должен после себя каждый преданное отставить, добрую славу после себя, добрую, добрую память, это кама называется, это не просто комфорт, деньги, изобилие, накопительство, это доброе имя, и после этого, естественно, возникает идея мокши, она становится близкой, понятной, доступной, сейчас мы с уровня дхармы, на уровень ардхи, пытаемся подняться, как движение, пока еще, мы не сделали этого достаточно, чтобы быть сильными, сильной организацией, да и сейчас деньги нам не помогут, потому что нет другой стороны ардхи, нет взаимоотношений достаточно крепких, поэтому есть последовательность, прупада говорит, сотрудничайте, вот это наставление, крайне важное, и мы учимся, вот старые преды, прожившие уже 10 лет, 20 лет, 30 лет, сознания Кришны, 40 лет, сознания Кришны, они больше понимают, вот эту ценность, вот это слово, сотрудничество, многие другие, которые не понимают, достаточно глубину этого наставления, они легко могут ссориться, они легко идут на этот шаг, не понимая, что потом очень трудно будет восстанавливать эти отношения, как говорится, береги честь с молоду, потом это все откликнется, поймите, это будет сопровождать нас всю жизнь, вот эти вот неблагоприятные самскары могут всю жизнь сопровождать, вот это память, поэтому нужно быть осторожным, это культура называется, тхарма, арта, кама, мокша, это написано, это 4 ступени развития цивилизации, поэтому о чем мы думаем, мы думаем сейчас о тхарме, об арте, каме, мокше, или думаем сразу о премии, пятую ступень, минуя все остальные, возможно у кого-то это получится, я не знаю, это не запрещается, в сердце мы можем думать о чем хотим, но на практическом уровне нужно следовать предписаниям, если даже у вас есть према, вы должны выполнять свои обязанности в этом мире, свою тхарму, в этом мире, пока мы живы еще, а выполнять обязанности означает, ценой своей жизненной силой это делается, тхарма означает, что я не сворачиваю, я это делаю и буду делать, и я не перестану это делать, при всех обстоятельствах я выполняю свою тхарму, вот это тхарма называется, не так, что женился, потом развелся, женился, потом развелся, это тхарма, на такой тхарме мы не построим ничего, что-то не понравилось, я развернулся и ушел, где тхарма, и мы говорим, что построить варнашема тхарму, мы хотим построить общество, исконно развивать, нам еще нужно потрудиться в этом плане, и, конечно же, это невозможные вещи, которые сейчас выполнить очень трудно, сегодня невозможно поступить варнашема тхарму, скажем, на Урале, или в Казахстане, это невозможно сделать, но именно вот это помогает нам практиковать сознание Кришны, что мы еще не все можем осуществить из наставления правупады, и как мы это осуществим, развивая сознание Кришны вместе и стараясь сотрудничать вместе, сохраняя целостность движения. Вся жизнь людей сегодня построена на капризах, понимаете, что нравится, что не нравится, что хочу, что не хочу, кого люблю, кого не люблю. Сегодняшняя жизнь такова. Их удерживает только оплата, если им где-то хорошо платят, они на все согласны. Сегодня такая цивилизация, представьте себе. Сегодня так люди воспитаны. Вопросы все-таки с организациями, которые построены четко на Адхарме. Они весьма успешны. Как избежать вопроса принятия вещей, которые транслируются этими организациями, то есть как раз на Адхарме. На страхе, на лени, на неуважении, на гордыне. Они выглядят очень стабильными. Простите, но я у них просто работал достаточно много. Я знаю, знаю. У них организация, корпорация. Да, это сильный, потому что там есть деньги. И многие вещи пытаются сейчас принимать. Вот эти вещи. Я не знаю, и в СКОН тоже. Потому что там есть деньги, и все. Это простой очень ответ. Там просто есть деньги. Они умеют делать деньги, вот и все. Мы только что об этом заговорили. Вопрос из трансляции. Дмитрий Сибиров. В этот век нет реакции за мысли, но если мы думаем плохо о Вайшнау или оскорбляем их в уме, будет ли реакция? Также, если мы начинаем плохо думать, но разумом противимся этому, какой результат? Я не слышал, что реакции приходят за мысли веккали. Если даже мы о Вайшнавах думаем не очень хорошо, но мы же думаем все равно о Вайшнавах. Главное, чтобы ничего не делали против. Думать можно о чем угодно. Конечно же, конечно же, нужно также сбалансировать свои мысли. Можете думать о плохой стороне Вайшнавов, но не забывайте о хорошей. Не забывайте о хорошей. Балансируйте свой ум. Так, чтобы когда вы повторяете мантру ванчакалопатрубе ясчай, это было от сердца. Это должно быть от сердца. Вайшнавам мы всем кланяемся. В уме или в поклоне, неважно, мы всем поклоняемся Вайшнавам. Вайшнавам мы всем поклоняемся Вайшнавам. Внутри общения с преданными. Что ты можешь делать, да? Кому что ты можешь сказать? Кто тебе может что сказать? Потому что, ну вот при активной какой-то позиции всегда есть, ну, опасность, как будто, так сказать, ненароком снести. А если ты этого опасаешься, есть опасность, что ты, ну, примешь искусственную какую-то такую позицию, ну, кто же, как бы, делать меньше. Ну, опасаясь, например, кого-то, ну, задеть. Вот. И, ну, не доделываешь, может быть. Даже если чувствуешь, что вот здесь ты можешь, а вот какая-то такая искусственное смирение, ну, или натуральное, не знаю, искусственное. Ну, нормально, пока не вижу проблемы. Пока не вижу проблемы. Вопросы... Ну, нормально. Не вижу пока вопросов у тебя. Все нормально говоришь. Ну, то есть, как действовать-то? Просто действовать и все? Хорошо, хорошо. Давай поговорим о действии. Действие – это карма. Работа. А оно, любое действие, становится гуной. Вот в чем секрет деятельности. Чтобы, в конце концов, проявить необходимые качества. Вот для чего мы действуем. Вот что важно в конечном итоге. Гуна. Качество. Мы достигаем, таким образом, постепенно сатвы. И дальше, шутка сатвы. При помощи деятельности, любой деятельности. Вот об этом нужно думать. В каком качестве я действую и говорю, и мыслю. В каком качестве. Я могу о чем угодно говорить и что угодно делать. Я свободный человек. Я знаю регулирующие принципы, я их не нарушаю. Я свободен. Но теперь я думаю, в каком качестве я должен это делать. Я могу делать правильные вещи, но в плохом качестве. Говорить правильные вещи, но в плохом качестве. Вот проблема в чем. А что предные? Все цитируют шасты, все опираются на правопаду. В чем проблема? А проблема есть качество. Будет проблема или не будет – решает качество. Как я это делаю? Как я это говорю? Как я мыслю? В каком качестве? В невежестве, в страсти или в добродетели? Вот что. То есть карма переходит в гуну. Вот о чем я должен думать. И если Бхагавадгита говорит о карма-йоге, деятельности в сознании Кришны, думая о Кришне, А 14 глава описывает гуны материальной природы. Качество. Опять же качество. Все сводится к этому. У нас недавно была Маджи Мадакинь, она уехала вчера. Сегодня она уже в Омске. Она говорит вещи, понятные всем, и все знают, просто напоминает какие-то моменты. До старых предных она ничего нового не говорит. Ну, а в каком качестве она это делает? Качество другое. Она ученица правопады, и она отличается. Чем? Качествами. Философские знания, она говорит, у меня не так много, мне нужно еще изучать Бхагава, там я отстаю философии. Да. И что она такого делает? Она уже пожилой человек, она много не может делать, но она может общаться. Но этого достаточно. Если есть качество, этого достаточно. В этом вся сила и могущество. Старые предные работают над качествами. Молодежь создает садана Бхакти, а старые предные работают над качествами. Это главное садана. Вот оно в чем. Тогда приходит милость. Вопрос из трансляции. Дмитрий спрашивает, что много говорится о варнашами, и понятно, что это задача в перспективе, но с чего нужно начинать? И что делать преданным, чтобы эту систему внедрить среди преданных? Среди преданных не пытайтесь внедрять ее. Она не внедряется. Она проявляется изнутри. Например, как раскрывается цветок, он из бутона превращается в цветок. Изнутри это происходит. Внедрять это больше какая-то административная система, которая должна просто подхватить этот рост, который уже есть, рост. Если роста нет, то как мы можем это внедрить? Варнаши Мадхарма — это прежде всего качество браманов, их могущество. Затем качество управляющего класса, их сила, их воля, их мужество, их преданность. Вот на чем держится Варнаши Мадхарма. На этих двух классах. Не внедряйте среди преданных Варнаши Мадхарму. Сотрудничайте, она сама проявится. И вот когда она проявится, тогда вы сможете ее организовывать. Преданный — это особая, как бы, Варна, Эко-Варна. В чем заключается? У преданных только один долг — служить Кришне. Преданный не Кшатри, не Брама, не Вайши, не Шудра. Преданный ценит больше всего служение Кришне. Это особая, как бы, Эко-Варна называется. Веккали будет Эко-Варна. Эти различия будут чисто формальными и незначительными в Варнах. Главное, что человек должен быть преданным. Что-то хотел сказать, а я забыл. Давайте продолжать. У нас вопросы закончились. Не тайм-ангала тут появился. Может быть, он скажет, когда ролик будет. Еще есть чат вопросы. Харе Кришна, дорогие преданы, дорогие Грумхараджи, примите, пожалуйста, мои поклоны. Ролик монтируется. Там очень много материала. Почти 4 терабайта. Это 4000 гигабайт. Это очень много информации. И сейчас Айшваря Сундралал, Грумхар Айшварь, ваш ученик, он перелопачивает весь этот огромный материал. Поэтому я надеюсь, что он очень профессионально, конечно, его сделает. И вот мы ждем от него. Он один день прямо сейчас выделил для небольшого ролика и потом будет монтировать полный концерт. Что бы ты сказал на критику материалистов, что не так профессиональные, там какие-то непонятные вещи, паузы были, там все так непрофессионально сделано. Вроде пригласили на большой концерт, но не тянут. Ну, что бы ты сказал? Ой, Грумхараджи, это моя любимая тикток. Меня тикток прокачал на тему, что отвечать критикам. Нужно, когда одно видео зашло на миллион просмотров, в тиктоке, то там, не знаю, комментариев, около тысячи комментариев меня критиковали. И около тысячи прославляли. Так что как-то, если что-то говорят люди, мне вот Вероника Насальская, она сказала, когда ты поедешь на гастроли, то обязательно будут люди, которые будут тебя учить, как сделать лучшее. Появятся режиссеры, в каждом городе она говорит, но у тебя уже есть режиссер. Это я, она говорит. Вот, поэтому, если нам говорят критику, например, я читал эти комментарии, и наша команда отвечала, что, например, непрофессионализм, кто-то сказал, у вас получился кришнаистский киртан, например, нам сказали, у вас кришнаистский киртан. Да, ты не уследил тут, конечно. Да, да, причем преданные потом, знаете, Грумхарадж, преданные даже говорили, Нитая Мангл, он что-то много, Харе Кришна-то. Преданные, представляете, преданные говорят, много Харе Кришна, поменьше, поменьше Харе Кришна. И мы пишем, ну, смотрите, говорят, это же был мантра концерт, а почему только Харе Кришна? Мы говорим, во-первых, было семь мантов, это уже не только Харе Кришна. Была раз мантра, два манта, три мантра, четыре. По поводу профессионализма, мы говорим, для создания концерта было потрачено около трех миллионов рублей. Было сделано очень много репетиций, каждая репетиция была оплачиваемая музыкантом, разрабатывалась музыка подробно, около полугода все репетировалось по-настоящему, все. Был привлечен профессиональный режиссер, который, там, номинант за злую маску, да, там, ну, то есть много-много вещей. Поэтому говорить о непрофессионализме тут, ну, не приходится. А если вам что-то не понравилось, то это нормально. Это я самое любимое, что говорить, если кому-то не понравилось, ну, так и что? Это же хорошо, что, представляете, вам не понравилось, вы больше не придете, вам, ну, больше не понравится. Это же нормальная ситуация, что кому-то что-то не нравится, а кому-то нравится. А люди, как бы, они возводят это какой-то в абсорист. Знаете, вот не понравилось, и все, теперь нужно откланяться этому человеку, которому не понравилось не понравилось и спасибо и не приходите с другой стороны понятно что если люди дают конструктивную критику ну конечно нужно к ней прислушаться и интересно что обычно конструктивная критика она очень деликатная она ну так люди с желанием помочь как бы говорят и ты естественно у тебя появляется желание лучше сделать но в любом случае всегда будет кто-то недоволен а преданным преданным понравилось нет что-то кивает голове кто-то не кивает между прочим не все кивают и не всякивает в одну сторону вот я не видел концерта но мне понравился сам факт что концерт состоялся например я приветствую любой концерт если там есть харе кришна хоть чуть-чуть как-то как с гуся вода нужно чтобы я так чувствуешь если каждый задевать будет то ничего делать невозможно будет а так получать нужно я согласен надо все лучше и лучше делать насколько вот хватает квалификации хорошо вопрос а вопрос вот такой вот на прошлой лекции вы говорили про то что кришна он утверждается подтверждает все философии и веры людей и возникает вопрос но есть же окончательный вывод а получается господь он может как окончательный вывод ну убедить человека в том что именно его философии есть окончательный вывод ну то есть веру это и есть настоящая а вот остальное настоящая тогда какой смысл вообще в окончательном выводе если любое любое любая философия может стать ну как это по воле кришны для живого существа стать абсолютной она не становится абсолютной она не становится абсолютной она становится убеждением убеждением конкретного человека то есть кришна дает ему также но ресурсы да или как способы инструменты чтобы утвердиться в своем выборе своем желании и каждый человек имеет свою философию поэтому он может ее объяснить достаточно убедительно и других убедить в этом это лишь убеждение это не абсолютная философия и поскольку она не абсолютно она не всем подходит естественно эти убеждения личные они разные у людей и вот тут начинается вот эта лила разных убеждений материальный мир где все убеждаются что должен какая-то одна истина все-таки на сразу точки зрения но истина то одна их что же это за истина начинает искать истину и так идут к богу постепенно спасибо большое спасибо с новым годом забыл вас поздравить да орех лично что пропадок и и джай ты хотел здесь к ты еще ролика нету нет ролика не сделали так вопрос есть тут у нас я хотела просить два один по поводу варнаш рама тарма есть два взгляда на варнаш 1 саната на тарма и обычная традиционная варнаш рама тарма и вот вы говорили там что брахманы если будут только одни брахманы то это будет неправильно и и поэтому вопрос такой если это варна если это саната на тарма то там все ну какой-то варнаш рама тарма это когда есть разные классы людей но они не подавляют друг друга если там будет власть только брахманов быть подавление других классов это гуны так материал и подавляют другие гуны 1 гуна и валируют другие подавляются если сатва доминирует подавляются если страсть подавляются другие тамос подавляются все остальные это материальное вот общество так живет кто власти тут подавляется остальных вот какая вещь то есть у нас уже был рабочий класс диктатура была. Сейчас диктатура Вайщев, она не сходит как бы со сцены долгое время. Иногда диктатура Кшатриев, когда нужны военные силы. Иногда диктатура вот этих науки, технологий, которые диктуют тоже свои какие-то вещи. Они конфликтуют друг с другом. Подавляют. Варнаша Мадхармани не подавляют друг друга. Вот этого достичь сознания никто не может в мире. Ни коммунисты, ни капиталисты не могли это сделать. Это сознание Кришны. То есть между Шудрой, Ващей, Кшатри, Брамой духовной разницы не существует. Вот это Варнаша Мадхармани. Духовная. Варна Ашрам. Ашрам духовная. Варна материальное различие. Ашрам духовная вкладывается в понимание. Таким же различий нет. С другой стороны, это вопрос. Если это настоящий Брахман, то он видит много вещей, касающихся даже управления Брахманом. Он обладает таким видением, знанием, пониманием. Вот в этом смысле, что если будут все Брахманы, то будет неправильно. но если Брахман по-настоящему Брахман, то он может заменять любую роль в обществе. Понимать жизнь Байши, понимать Шудру, понимать и управлять даже, знать, как это делать. Это сознание Кришны, ты говоришь. Это не просто Браман. Это сознание Кришны. Браман, он может быть и непрятанный. Вот какая вещь. Вот фраза, что нам еще далеко до этого, ну понятно, далеко, она именно вот этим является ответ, что вы... Далеко, потому что, если мы говорим далеко, в практическом плане далеко. Духовная жизнь близкая, у каждого шанса. В практическом плане далеко. Почему? Потому что эти вещи, которые уже Браманы знают сегодня и преданные знают все хорошие вещи, знают. Их не воплощают. Есть ученики, которые берут какой-то вот постулат, услышали и сделали. Сразу сделали это, воплотили. Берут следующий и сделали. Они продвигают все. Практически все продвигают. другие слышат, но не делают это. Ну, может быть, нет энтузиазма, может быть, нет полномочий, как они считают, или качеств какие-то не хватает. Они бездействуют. Но они понимают, что хорошо, что плохо, они разбираются в этом. Могут другим рассказать об этом. И вот это, как бы, у нас парампора, она доминирует, что мы говорим друг другу, что хорошо, что плохо, но не делаем это. Есть других, меньше, которые сразу начинают это делать. Сами берут и делают. Вот они все продвигают на практическом уровне. Остальные понимают и поддержат это, но не делают. И в чем будет состоять прогресс? В чем будет состоять продвижение, прогресс, развитие? Когда есть знание и воплощение знания, это будет прогресс. Два фактора. Есть знание и воплощение знания. Когда все, кто что видит и понимает, начнут сразу все делать, может быть, хаос? Нет, организация нужна для этого. Нет, делать почему, какой там хаос, каждый в своей сфере может это делать. Это и есть Варнаши Матхарма. Там нет какой-то сильной системы управления доминирующей. Потому что каждый знает свою тхарму и применяет и все. Никаких отклонений нет. Значит, в этом смысле нам далеко, потому что мы не знаем свою тхарму. Вот. А если кто-то что-то там чувствует, не делает. Но тхарма, Пропад нам сказал, распространяйте. Семь целей сконда. Участвуйте, выбирайте, участвуйте. Это понятно каждому. Каждый может выбрать делать то, что в его силах. Значит, ну да. И потом все само собой устроится после этого утверждения принципов философского. само собой. Естественно. Это рост. Так, подожди, теперь давай сюда. Ром, Ром Градж, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, получается, что если калаушом шудра-самбава во время шудра-самбава у нас получается доминирующее число представителей шудра, то получается в сатте-югу было больше количества брамов. Так получается? Все были брамовными. То есть это получается, что сандалии лезут как раз на голову. Уже залезли. Да. То есть получается, что неправильное распределение отождествления себя. То есть получается, что варнашнамадхарма это получается сознание брамана, а не класс, к которому ты относишься. Вот. То есть нужно увеличивать количество браманов сейчас и уменьшать количество шудра. если уж то есть это будет естественным, если мы будем постепенно к самоосознанию приходить, да? Получается так. По сути, да. Правильно. Класс брамана сейчас очень важен. Голова обществу нужна. Гурченко, дай другим вопрос. Вопросы есть? Да, пожалуйста. И вот как выбраться из этого материального потока, в котором бежишь, да, как по инерции, что ли, вместе со стадом. И умом ты понимаешь, что это не это тело, но всё равно ты бежишь, и у них не хватает вот этого силы воли. Вот и знание есть, вот всё есть, но глупо бежишь, продолжаешь бежать. По инерции? Да. Инструменты есть, книги есть. Прабхупады были разные, разные люди помогали движению. Не все могут взять и так всё бросить и просто служить Прабхупаде, в миссии. Не все так могут сделать. У кого-то, скажем, большая семья, ответственность, у кого-то своя работа, бизнес большой, который человек не должен бросать. То есть, есть обязанности. И они не могут всё полное время, скажем, посвятить проповеди. И Прабхупада, у него были такие тоже ученики. И последователей было много таких. Даже было много таких, которые инициацию не получали, но помогают движению по сей день. Даже без инициации. Это всё преданное. Но у нас, смотрите, как в мире конкуренции, что происходит. Это мир конкуренции, где мы сейчас живём. Весь западный мир, мир конкуренции. Здесь происходит так, что если я где-то, в какой-то системе не достигаю каких-то высот, то я не участвую практически. Если нет такой перспективы у меня. Вот в чём она шторма. В моём мире конкуренции воспитаны, потому что. Если посмотреть на это без конкуренции, то я просто рад хоть что-то для Кришны сделать, я уже буду счастлив. Хоть что-то, что я могу вообще в моей силе сделать для Кришны, уже для меня это счастье. Ну а поскольку я себя сравниваю с другими более возвышенными, преданными, как мне кажется, и так далее, я думаю, я здесь никто, поэтому я буду занят своими делами, тут мало ли что могу достичь, тут мне ничего не светит. Это мир конкуренции. Сознание Кришны это не конкуренция. Ничего вообще с этим не имеет. А там мы конкурируем, потому что там без этого невозможно в той системе. Нужно добиваться чего-то, держаться за место и добиваться чего-то. В мире конкуренции тебя там вышвырнули что-то, вышибут в систему. Здесь нет конкуренции. Это в вашем сердце должно происходить. Это ваша внутренняя жизнь, которую вы ничем не замените. Это ваша любовь к Богу. Как вы не найдете время для того, кого вы любите? Вы всегда найдете время. Как материалисты работают шесть дней в неделю, но знаешь, что в седьмой день они встретятся где-то, они отдохнут, они пообщаются. Ради этого не могут терпеть семь дней. Видите, у них в сердце есть этот мотив, стимул. У нас есть Кришна. Я могу думать, что я не так много могу сделать в Сынне Кришны, но Кришна может подумать по-другому. Если я искренне пытаюсь что-то делать, Он может по-другому подумать и сделать. Жизнь может сильно измениться. не думать, что это жизнь неизменная, вечная. Она может измениться за один день. Либо по обстоятельствам, либо осознание придет изнутри. Кришна все может. Кришна, Гришна, спасибо. Лекции. У них вопрос такой. Вот, читание Черитамриту сейчас читаю. И там вот через текст буквально про Киртан. Вы вот последние 5-6 лекций я приезжаю сюда тоже вы говорите про Киртан. Но я вот наблюдаю такую картину, что вот есть преданные, которые они ну, они практически в Киртанах не участвуют, но при этом прогрессируют. И как вот это связать, что век Кали только Киртан единственное лечение, но при этом видно, что преданные там практической деятельности много делают или шасты изучают и прогрессируют тоже. Как вот это. Смотря в чем прогрессируют. Разные ракурсы прогресса. Материалисты тоже прогрессируют. Разве нет прогресса? Вы видите какой сумасшедший прогресс технологий. Это же надо такое сделать вообще. Фантастика то, что они творят. Разве это не прогресс? Конкуренция, она очень быстро стимулирует все эти вещи. Они достигают таких высот нам далеко до них с этой точки зрения. Мы не способны вообще конкурировать с ними. что-то имеют под прогрессом. Ну, они как преданные в обществе преданных, то есть их уважают. Они там проповедуют. Проповедуют они хорошо. Вот я пою и меня не уважают. Ну, потому что я пою просто где-то в толпе меня не видно там. Они что-то сделают сразу видно. Это страсть. Хочется просто роль Киртана понять. Сколько Киртана в день минимум должно быть упреданного? Может, из утра до вечера. Если ты способен на это, как Аиндра Прабху. Его знает весь мир. И все поколения в Исконе будут его знать. Он просто пел Харе Кришне и все. Вишнуджан с вами весь Искон знает его, хотя он короткую жизнь прожил, очень короткую. Джайананда Прабху прожил очень короткую жизнь. Он знает весь Искон и будет помнить традиции. Имена в вековечные. Можно уточнить вопрос это. Какие качества будут быть проявлены, если преданный любец Киртан участвует в нем? И как будет виден его прогресс именно связанный с этим процессом? Прогресс. Духовный прогресс. Мы говорим сейчас о каком прогрессе? О духовном прогрессе. Так я понимаю. Материальный прогресс это может быть количество знаний увеличивается, что еще. Он может быть лучше организован, более энергичен, тазистичен. Это внешние факторы такие, которые тоже есть. Сопутствуют. Но подлинный прогресс, если вы хотите прогрессировать до Кришны дойти, это нужно оккультировать смирение. вот это есть прогресс. Без этого момента ни о каком речи о прогрессе быть не может духовном. Какой-то будет другой прогресс. может быть до сад вагуна мы доберемся или хорошо организованной страсти можно добраться. Это тоже какой-то прогресс из тамаса выйти. Но если вы хотите до Кришны добраться, то если вы сознательно будете культивировать смирение, только в этом случае вы доберетесь до Бога. Вот он прогресс. Как это связано с Киртаном? А Киртан невозможно петь долго. если нет достаточно терпения, смирения, почтения. Мы же знаем, как передам трудно это делать. Смотря кто поет. Я могу вообще не прийти на Киртан если там нет певца, который я хочу услышать. Ну где же прогресс? Какой-то прогресс есть. Какой-то есть. Не то, что можем и выборочно прогресс совершать. Но как я буду культивировать свое смирение. Что Господь читает, если кто-то там где-то просто повторял Харе Кришна, чувствовал экстаз и трепет. Ну а это пример полного смирения, нет с делом. Полного. На нас следует еще общественное мнение, элементы престижа в обществе, славы, количество богатств у кого какие. Мы благоговеем перед тем, у кого много денег. Мир обладает какой-то властью, мы думаем, вот прогресс, какой прогресс. Это внешнее положение. Это все еще отождествление с материей. Это вращение, это не прогресс, это вращение в гунах. Если мы выбраться хотим по вертикали, то сознательно мы культируем смирение. Раз затождествли они с этими вещами. Я слуга бога и больше никто. То есть можно сказать тогда, что это внешнее определение участвует он в Кирконе или проповедует, оно для нас сокрыто, внутренняя его жизнь для нас тогда сокрыто. Определяет только смирение. Участвует он в Кирконе или нет. Важнее будет его качество смирения. Те качества, которые мы прячем вглубь сердца, они прорастут. Те, которые мы выставляем на показ, не прорастут. И обычно человек прячет в сердце глубоко свои недостатки, они не прорастают. Он скрывает их. на показ восстанавливает свои достижения. Это не прорастает. На поверхности зерно не прорастает, в глубине даже больной семя прорастет. смирение смирение то, что мы внутри развиваем. Это на показ невозможно сделать. Тогда это уже не смирение. Это таинственный процесс внутренний. Кроме Кришны никто об этом не узнает. Ну, гуру узнает. Мой духов узнает. если я культирую смирение, он это почувствует. Но вряд ли кому-то другому удастся это понять хорошо. Да это и не нужно, чтобы кто-то видел. тогда в этом случае мы развиваем смирение не только тот, кто участвует или не участвует в чем-то, а смирение должно развиваться у тех, кто это все оценивает. Я могу оценивать и таким образом не развивая свое смирение. А могу не оценивать и понимать глубину развития человека, тогда я буду развивать смирение. То есть сама оценка она нас тогда касается. Смиренный человек его могут замечать, могут не замечать, он к этому одинаково отнесется. Я привожу пример Сальвадора Дали, молодого, как он вошел в богему. Он был неизвестным человеком, молодым еще, он ничего еще не сделал такого, чтобы прославиться. Он вошел в эту богему, там был зал с колоннами, там много известных людей, художников, там такой салон, знаете. оглянулся вот так по сторонам, разбежался и головой об колонну, бабах, в кровь, при всех, и упал на пол. Все, подбежали, что такое, что случилось, зачем вы это сделали? Знаете, что он сказал? Я, вошел, и на меня никто не обратил внимания. вот, и сразу прогресс пошел. Сразу обратили внимание на него, потом еще, еще, он искал методы, как же все-таки достичь, выделиться выше других, вступил в мир конкуренции, и его жена помогла ему, Гала. Она сделала ему хорошую карьеру в Америке. А потом, когда он утратил интерес к искусству в преклонные годы, он понял в конце, только когда страсть от него ушла, что все-то ерунда. Он оставил искусство, а она оставила его, нашла другого человека, который могла его продвигать. Такова жизнь, такой пример. Он больше был не нужен, смиренный. Кому он нужен? Для поддержки нужны гордые люди, тщеславные люди, эгоистичные, амбициозные, как там еще? Ну, весь набор, демонический кач должен быть. Что смиренный сделает вообще? Поэтому смиренный не служит материалистам, поймите, это ложная вещь, это глупость какая-то. Смиренный служит Богу, и он недосягаем для материалистов. Его сознание, его чувства, его знания недосягаемы для материалистов, потому что он служит Богу, он знает в этом служении все эти секреты и тайны, которые недоступны никакому материалисту. Не то, что мы смиренно служим материалистам, нет такого, нет. у нас амбиции покруче, мы служим Богу, хотя требуется полное смирение. И так уравновешивается. В итоге что же оказывается сильнее смирения? А до какой степени, до какого уровня мы должны развиваться в материальном мире, как специалисты своего дела? Потому что у нас тоже есть амбиции, по крайней мере у меня. Ну, что хочешь говорить честно? Я достигаю одного уровня, допустим, на своей профессии мне хочется больше и больше. И до какого дальше? Когда Прабхупада был, это был Дэй Нипан, японская была какая-то организация, где они издавали книги, согласились издавать книги Прабхупада. После этого заседания там зашел японец, который убирал столы после этого собрания. Собирал там все визитные карточки, все это. Прабхупада к ним обратился и сказал какая ваша цель жизни? Это был японский который служил там просто. Японец сделал интересную вещь. Он не сказал ничего. Он просто взял все визитные карточки вот так показал в Прабхупаде. Стопку всех там самых таких влиятельных людей. Взял свою и положил сверху. Такая же. Это же связано с постижением Бога любое сознание Кришна с сознанием Кришны тоже. Любая действия. Микрохирургия тоже интересна. Это тоже связано с Кришной. Все связано с Кришной. А как ты можешь не погружаясь развивать что-то? Я тоже иногда погружаюсь просто я должен знать не только Кришну но и как цвета смешивать. Законы композиции колорита я должен все это знать. Когда-то ты будешь спонтанно этим владеть не думая по этих вещах. Спонтанно это будешь делать. Это мастер уже. А до того как стать мастером ты должен просто погрузиться в эти вещи изучить. Это на пианино ты можешь спонтанно играть если ты гамма не играла несколько лет. Дорами фасоли сиси или асульфамир и пока вот эти пальцы автоматически не находят ноту. Понимаете? И потом ты уже не думаешь об этом а думаешь о музыке. Так же здесь ты достигаешь совершенства а совершенство в любом деле ты уже думаешь о Кришне уже понимаешь. Уже понимаешь. Любая деятельность может быть такой развитой духовной. отношений этикета. Кто такой Вайшнав? Не тот кто имеет мнение духовное какое-то. Нет не определение Вайшнава. Вайшнав тот кто ведет себя как Вайшнава. Вот что такое Вайшнава. Мнение здесь ни при чем. Имейте мнение хорошо. Как вы можете жить без мнения без убеждений каких-то? Что это ваш опыт. Вы что-то слышали что-то видели что-то пережили и у вас сложилось два убеждения у каждого свой опыт свои убеждения хорошо но это вас не определяет еще как совершенных или как Вайшнавов определяет этикет поведения Вайшнав Вайшнав общаться со старшими с равными с младшими вот это уже определяет Вайшнава и когда нет этой культуры тогда убеждения выступают в этой роли и начинается столкновение убеждений когда нет поведения правильно этикет как в семье в семье есть отец мать дети старший младший если большая семья как они вместе семью сохранят есть этикет есть правило старших слушают а как по-другому я согласен что старший может быть иногда неправ или ошибиться это не меняет концепции не меняет не отвергать а я правильно понимаю что если ну невозможно прийти к согласию на уровне равных то мы должны к старшим обратиться просто и под их руководством если очень просто конечно старший это тот кто заботится о благе всех это есть старший не просто положение именно он способен позаботиться обо всех это есть даже а кому нужно обратиться к тому кто обо всех может позаботиться не только обо мне или о ком-то еще обо все возвращаясь к вопросу о киртане а можно спросить всегда слышал что киртан но это такое скажем самое сильное лекарство правильно то есть есть люди которому возможно оно и не так нужно да ну то есть такого количества а есть кому-то наоборот рекомендовано большое количество если ты сильно лихорадишь то есть если материальная лихорадка то возможно нужно больше киртана и вы рассказывали про в лилах господа читаний был один байшнав который постоянно служил и никто не мог понять а когда он воспевает и читает джапу и вообще не могли понять как если он постоянно находится в служении и вы говорили что он по ночам брал джапу и так и спал то есть он просто ночью повторял вроде бы спал и одновременно повторял во сне красе канада был таким такой пример ты хочешь так же научиться нет я про то что хотел ну что для каждого как бы возвращаясь к вопросу о киртане что количество киртана сколько нужно кому я про это вот подумал всем нужно 24 часа в киртане находиться по большому счету по большому счету но не все способны на это трената пи су не чина это шло как говорит да кто стендер способен кто обладает четырьмя качествами определенными вот этими перечисленными трената пи су не чина и так далее тогда киртане садахари естественно это будет если у нас недостаточно скажем преданности святому имени так скажем преданности святому имени недостаточно чтобы постоянно быть погруженным в это тогда мы должны трудиться для Кришны и мы сочетаем то и другое мы воспеваем и трудимся и читаем книги то есть мы совмещаем все эти процессы которые написаны 12-й Бхагавадгита но итог в чем заключается все же к чему мы идем что просто погрузить туда весь свой разум чувство и ум в Кришну просто предайся мне зачем тебе все это нужно остальное много так правил и так далее просто предайся и все Богу но это конечный результат если у меня такого еще предания нет то есть другие процессы процессы вспомогательные которые мне помогут подняться на этот уровень сознания сознание Бога ты можешь языком на этом уровне не повторять Харе Кришна но в сердце у тебя всегда будет звучать эта вибрация я хотел я хотел уточнить в начале лекции вы говорили про то что джива что мы качественно не отличны от Кришны и вот о важности этого сознания и не до конца я понимаю какой-то практичный момент то есть например если мы понимаем что мы душа то наше естественное положение служить Кришне а вот именно понимание что мы качественно не отличные это какое-то практическое это указывает на особые близкие отношения особые близкие отношения качественное единство это постигается уже в сварупе материальное тело как это пхинна прокрытие отделенная энергия она нас отделяет от Бога футляр из которого мы пытаемся что-то увидеть и услышать в духовном смысле мы неразрывно связаны навечно когда перечисляется дарма артха камма и мокша что под мокшей подразумевается освобождение расторжетление себя с тела мокша да означает отождествление себя с браманом я из брама агам брама сми это освобождение я не это тело значит я не часть материального мира это выход за пределы рождения смерти из самсары это мокша а каким образом это достигается через дарму артху и каму как это способствует когда все исчерпывается все самое лучшее исчерпывается в этом мире самое лучшее когда ты исчерпал все свои мысличные способности ты становишься йогом ты был гьяни да когда ты был корми ты исчерпал все свои ресурсы деятельности лучшие и даже самое лучшее не прислал тебе счастья и ты стал мыслителем думать что же за жизнь в чем смысл ты стал гьяни но когда ты стал гьяни ты развивался мыслительные способности все самые лучшие воздушные мысли ты достиг и ответа не получил тогда ты отвергаешь и ум становишься йогом и когда ты при помощи медитации на одну на один объект достигаешь совершенства ты понимаешь что твое истинное положение служение Богу то есть таким образом ты отбрасываешься эти ступени но ты должен вступать правильно хорошо на этих ступенях когда человек поступает недостаточно хорошо несовершенно думал у меня надо совершенствоваться в материальном мире нужно совершенствоваться но когда ты достиг совершенства в материальном мире что ты дальше будешь делать о чем ты будешь думать о мокше поэтому предписываются добрые хорошие дела неплохие плохие не ведут мокше плохие дела ведут к разочарованию и человек пытается заново реванш брать действовать снова и снова и снова попытаться достичь все-таки но когда ты достигаешь всего наилучшего что же ты дальше будешь делать это мокше понимали что мокше это ну как бы желание ну то есть разный взгляд на на артху вот сегодня я услышала артху мокшу каму и мокшу здесь мокша представлена была как према правильно я поняла нет прямо выше то есть раньше мы понимали так артха это просто благополучие богатство ну как все что приносит нам то есть дхарма приносит полное благополучие в жизни и это благополучие оно приносит нам каму потому что мы присущаемся нет мы благополучие нас как бы расслабляет и и мы хотим еще больше наслаждений и наслаждения они приносят нам страдания вопрос какое высшее наслаждение в материальном мире высшее наслаждение ну для всех вопросов вожделение нет ну общими словами да это может быть кама вожделение но какая форма высшая высшего наслаждения в этом мире в этом мире ну что мы называем любовь ну вожделение я не знаю кама она же имеет более тонкие формы наверху я об этом и говорю какая же самая тонкая форма и высшая форма счастья альтруизм это есть кама высшее проявление в материальном мире это в материальном мире это редкие-редкие люди достигают этого уровня это материальном мире и вот с этого уровня уже появляется непосредственное представление о мокше сейчас для нас это может быть только слова для многих мокше новый термин который пытаемся понять но с уровня вот этой тонкой камы вершины люди начинают осознавать близость что такое мокше потому что это становится уже их желанием а не каким-то термином ну видимо я хочу понять как это значит можно разделить одно понимание что богатство приносит наслаждение наслаждение приносит страдание и страдание возникает желание вообще отречься от всего потому что оно надоело приносит только боль и поэтому появляется мокше это значит один взгляд разочарование это один да один взгляд а второй взгляд если у нас правильное развитие идет то мокше она вот в таком виде должна предстать перед нами желание то есть по сути люди счастливы в этом в этих процессах счастливы развитие счастья это от фармы артикамы и мокше это все развитие углубления счастья внутреннего это есть развитие не углубление страданий счастья должно быть больше чем страданий если говорить о человеческой жизни в форме то ему предписано быть счастливым человеком как даются вот эти ступени с чего начинать чтобы уже человек чувствовал себя хорошо например в общем смысле если мы человека угрюмого депрессивного постоянно расстроенного неудовлетворенного критикующего вокруг что это означает не выполняет свои обязанности тхармы нет вот и все стоит ему на ступень тхармы встать он может выдерживать эти недостатки и легко и быть радостным быть радостным если человек выполняет свои обязанности предписано ему он не будет депрессии сколько сейчас людей лечатся депрессии знаете невежество мая очень сильная и не боится падения и тхармы я понимаю что даже будучи погруженным в материальный мир но имея желание Кришна все равно на нас милость будет проливать давая нам возможности на киртан попадать и в общество преданных тем самым мы все равно будем прогрессировать конечно есть спортивные машины быстро ездят форсированные двигатели они как ракеты летают есть нефорсированные неспортивные но тоже быстроходные всякие джипы современные могут 160-200 по-хорошей трассе есть уазики по обочине они 78 километров держит ровно есть что еще дальше ниже мотоциклет какой-нибудь мопед велосипед самокат пешеход выбирай себе транспорт главное чтобы двигалась в одном направлении не смотри ни на что делать то что можешь для Кришны в сердце особенно что Кришна говорит Бхагавадгити как с ним отношения установить легко предложи мне листок цветок плод немного воды с любовью с любовью и я приму все отношения у тебя с ним ничего сложного что тут сложно сложность в том что мы еще не все понимаем что связано с Богом кто-то думает что Кришна только в Индии кто-то думает что Кришна слишком далеко он говорит дурастам чантики чатан я далеко и очень близко одновременно стоит тебе только пожелать руку протянуть к нему он уже здесь в своем сердце вот этот момент нужно осознавать и делать то что можешь делать каждый двигатель своей скоростью главное что мы движемся туда подняла руку нет по ошибке хорошо как Новый год начался хорошо чувствуете что Новый год что жизнь заново началась Мокша почти наступила уже ну как там проживем эту жизнь двами год за годом не знаю кому сколько осталось лет жить можно об этом собственно не думать если мы средоточены на своем служении то какая разница можно жить можно умереть разницы не будет для преданного а материальном смысле разница большая если человек умирает он теряет все все ничего не остается рождается и начинает все заново опять детский сад потом школу мама мыла раму опять учить алфавит представьте заново все придется делать потом тебе скажут женись работай больше тебе ничего не скажет и опять до пенсии работать и опять умереть на накопленном и заново начинай все а ведь бывает что даже человеком не рождается сейчас очень много собак живет в домах конечно не случайно собака рождается и живет в хорошей квартире у богатых людей любимец это о чем там говорит что за карма такая интересная новый год тоже отмечается старожит дом очень любит хозяев бахти бахти йога но но в теле собаке постепенно поскольку люди утрачивают качество либо они рождаются в плохих семьях сейчас очень много людей лишенных хороших качеств рождается подавляющее большинство масса речь даже сокращение населения потому что оно бесполезно так считают некоторые правители что людей много от них только одни проблемы они либо больные либо они глупы либо они бунтари их не организовать их нужно сократить вот видите люди теряют качество сколько рождается гениев у нас сегодня процентом отношений талантных способных людей по-настоящему очень мало то есть поколение за поколением рождаются те кто не выполнил программу прошлой жизни второгодники и общество в целом постепенно теряют вот этот гуну качество и где-то вот эта грань существует между формой жизни человека и жизни животного и как эта грань может можно пересечь это плохое рождение это путаница начинается надолго надо уберечь это воплощение по назначению использовать хорошо спасибо большое шла прабы пада ки и джай и джай и джай Продолжение следует...